Ух, такая шарконясая, хорошая. Именно такими видят женщины наивные художники. Их мир – это мир без канонов, принципов и правил. Здесь пряники летают по небу, дома вырастают из пирогов, а суп варят всем миром. Наивные художники рисуют потому, что не могут не рисовать, даже не имея художественного образования. Поэтому получается искренне, правдиво, наивно. Как у детей, только... По жизненным опытам. И это вот искусство очень близко к детям, потому что они с удовольствием смотрят. А взрослые посетители говорят, а мы так тоже можем. Тогда, пожалуйста, вот бумагу, вот кисти, пожалуйста. И тут резко останавливаются, потому что тут надо какой-то порог этого творчества перейти. В основном в наивное искусство приходят люди уже пожилого возраста. Кто-то не знает, чем занять себя на пенсии, кто-то приходит в искусство после каких-то тяжелых душевных переживаний. Это картина Виктора Лисицкого в прошлом, известного гимнаста, олимпийского чемпиона. После ухода из большого спорта он стал известным наивным художником. Под экспозицию выставки, приехавшей к нам из столицы, Вологодский музей-заповедник выделил два этажа. Это около 130 работ. Большая часть произведений художников из России, Италии, Испании, Белоруссии, Украины. А также картины наших, вологодских художников. Эту экспозицию собирали по крупицам более 10 лет. Ведь наивное искусство, как вид, признали совсем недавно. В советское время весь этот поток творческий, он был обозначен как самодеятельное творчество. Но среди этих авторов были те, у кого было свое миропредставление и свое понимание красоты в искусстве. А еще своеобразное чувство юмора. Причем не только на картинах. Наивные художники плетут пано, рисуют батик и даже вырезают скульптуры из дерева. И все это снабжают комментариями о нормализации кишечного тракта, о взаимоотношениях в семье и просто жизненными напутствиями. Вологжане смогут посетить выставку только до 4 апреля. Дальше экспозиция отправится в Псков. Александра Артамонова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.